Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинской. С вами Ирада Митинева. Сегодня в выпуске. Шаг в пустоту. Лесные пожарные регионы тренируются в прыжках с парашютом. Качество и доступность медпомощи должно быть на высшем уровне. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверяют учреждения. Подведены итоги голосования за благоустройство территории в Северодвинске. Подсчет голосов проходил сегодня в администрации города. 37 тысяч за очистительный фильтр. Мошенники вновь пошли по квартирам. На этот раз с корочками сотрудников Водоканала. Теперь подробнее. 270 миллионов рублей в этом году выделено на охрану лесов Поморья. Это на 15 процентов больше, чем в 2017. Сейчас в регионе завершился один из важнейших этапов подготовки к пожароопасному сезону – тренировка пожарных парашютистов. На одной из них побывал и почувствовал, как это непросто, мой коллега Михаил Меньшенин. Для северного леса существует две опасности – незаконная вырубка и пожары. И если с первым можно бороться с землей, то тушить возгорание без помощи авиации нереально. Перед каждым пожароопасным сезоном каждый парашютист должен совершить 12 тренировочных прыжков. Николай Макаров в профессию пришел после службы в ВДВ. Сегодня за его плечами несколько сотен потушенных пожаров и около семи сотен прыжков. В армии там не спрашивали, страшно, не страшно. 12 человек с Ан-2 сразу выкинули, все. Уже не думаешь ничего, ни о чем. Ну а потом пошло, я 13 прыжков сделал в армию, там с разных типов самолетов, со всех практически. А здесь, что Ан-2, Ан-26. Как-то привык уже. Перед вылетом обязательный инструктаж, подготовка и проверка парашюта. Причем сделать надо это трижды. На земле, перед вылетом, в самолете и непосредственно перед прыжком. Кольцо дергаешь, отходит косынка. Вот этот прибор открывается, дергает кольцо этим прибором. Она пристегнута через люверсы. Здесь, сюда просто это еще. Вот эти здесь пристегнуты. Кольцом дергаешь, открывает. Стабилизирующий парашют дергает и вытаскивает сам купол уже. И он выходит из чехла. Стабилизирующим парашютом вытаскивается все. Во время вылета все пожарные парашютисты выглядят невозмутимо. Хотя без суеверий тут не обходится. Кто-то не бреется, кто-то подходит к прыжку строго третьим. И еще множество подобных мелочей. Высота – тысяча метров. Во время тренировок парашютисты приземляются на ровное поле. Но вот во время боевых вылетов она есть не всегда. По правилам приземляться нужно рядом с пожаром. И если это невозможно, высаживаться прямо на кроны деревьев. В этом году на тушение лесных пожаров будут задействованы около трех тысяч человек. Из них 87 парашютистов пожарных. Они уже выполнили все необходимые нормативы. А до середины апреля начнется подготовка 13 летчиков-наблюдателей. Михаил Меньшанин, Евгений Зыков, Вестник Северодвинска. К другим темам. Качество и доступность медицинской помощи должны быть на высшем уровне. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверяют медицинские учреждения. Интересует ревизоров все до мелочей. Отделения, палаты и столовые. На днях комиссия посетила первую городскую больницу имени Волосевич. Сегодня архангельский онкодиспансер. Когда ждать итогов проверки узнал Вадим Федосеев. Завтрак уже прошел. До обеда еще долго. Однако столовая онкодиспансера не пустует. Сегодня внимание к ней повышенное. Качество питания проверяют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Персонал пищеблока заверяет. У них все по нормативам. Все как положено. Кормим мы по браслетам. Строго по ним. Они обязательно должны быть на руках. Если браслета нет, мы, естественно, накормить не можем. И питание рацион составляет все на меню. Рацион богатый и питательный. К меню претензий нет. Однако из придирки к техническому регламенту на сырой продукции отсутствует маркировка. С гигиеной тоже не все в порядке. В столовой не оборудован умывальник для мытья рук персонала, говорят сотрудники Роспотребнадзора. Впрочем, эти замечания пока носят скорее рекомендательный характер. В остальном у медучреждения все в порядке, уверяет руководитель онкодиспансера. Мы стараемся обслуживать пациентов по максимальному, потому что возможностям онкодиспансера. У нас есть, конечно, очередь в онкодиспансер, поскольку заболеваемость высокая и востребованность нашего лечебного учреждения тоже высока. Выводы в любом случае будут делать контролирующие органы. Сегодня сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора побывали и в отделениях, проверили доступность и качество оказания медицинской помощи. В том числе проведены отборы проб готовой продукции и уже с учетом результатов этих проб будет дана соответствующая оценка. По результатам проверки уже будут сделаны выводы о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Прокуратура и Роспотребнадзор проверят и другие медучреждения Архангельска. Всего на территории города их сегодня более 40. Окончательные итоги будут подведены в первой декаде мая. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Вестник, Северодвинск. Подведены предварительные итоги голосования за благоустройство территории в Северодвинске. Подсчет голосов проходил сегодня в администрации города. Наша съемочная группа тоже приняла в этом участие и уже знает, какая территория ждет облагоражения. По итогам голосования с большим отрывом лидирует аллея молодежи. За нее отдали свои голоса более 26 тысяч горожан. За сквер Александра Невского – 9 тысяч. В течение трех месяцев северодвинцы выбирали территорию, которую благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Было предложено 14 территорий, напомню. Из них выбрали две. Это аллея молодежи, зеленая зона, которая расположена между улицей Карломарса и улицей Ломоносова. И сквер у часовни Александра Невского. Это за ЦКИОМ территория. Следующий этап – это выбор территории для первоочередного благоустройства именно в 2018 году. Сегодня у нас в счетной комиссии подсчитали бюллетени, все по каждому, каждый по своему участку. Итоги будут подведены и утверждены завтра на общественной муниципальной комиссии. Предварительно могу сказать, что большинство голосов горожан отдано зале и молодежи. Далее – разработка рабочей документации и определение подрядной организации. В 2018 году выборная территория будет благоустроена. Мария Алексеенко, Павел Пуненов, Вестник Северодвинска. И снова установка водоочистительных фильтров. На этот раз мошенники вооружились документами сотрудников водоканала. Правда, фальшивыми. Как распознать липовое удостоверение – узнаете прямо сейчас. Сотрудник водоканала вновь входит по квартирам и предлагает установить водоочистительный фильтр. Северодвинские мошенники активизировались. Опять предлагают свои услуги. Елена Залиток чуть не стала очередной жертвой. Накануне к ней пришли с заманчивым предложением. Свои услуги лже-сотрудник водоканала оценил в 37 тысяч рублей. Для пенсионеров – скидки. Готов установить фильтр за 18 тысяч. Водоочистительный прибор – суперфильтр какой-то, который будет нам чуть ли не минералку подавать в квартиры. Сотрудник не только показал список тех, кто уже обратился к нему за услугами, но и показал свое удостоверение. К слову, никак не похожее на документ специалистов водоканала. Представители архангельского предприятия прокомментировали – установка каких-либо очистительных приборов внутри домов и квартир не занимаются. Если и приходят наши сотрудники, то только для опломбировки водомеров, счетчика воды и не более того. Все лица, которые приходят и представляются сотрудниками водоканала, не имея подтверждающих документов, доверенности от предприятия, либо удостоверения, могут являться мошенниками. Если к вам в дом пришли с подозрительными услугами, просите документы, которые подтвердят работу данного сотрудника на предприятии. В том случае, если они покажутся вам поддельными, обращайтесь в полицию. Часто жертвами мошенника становятся пожилые люди. Напомним, за июнь прошлого года в Архангельской области зафиксировано более тысячи случаев подобного рода мошенничества. Ксения Юлина, Нелли Шачек, Павел Пунонов, Вестник Северодвинска. В Архангельской области разрешили искать алмазы еще на четырех территориях. Это участки Южно-Берхотинский, Разломный, Торфяной и Чернозерский-3. Все они находятся в Мизенском районе. Ранее была поддержана заявка правительства региона о выделении из федерального бюджета более 400 миллионов рублей на разведку новых алмазных месторождений на территории Ручевской и Солзинской площадей. С прогнозом погоды на завтра нас познакомит моя коллега Ольга Матвеева. Первая половина недели ожидается морозной, а дальше ждем потепления. О метеопрогнозах на вторник расскажу вам сразу после коротких анонсов. Во второй части выпуска играют в кошки-мышки. На сцене 23-й школы прошел фестиваль детских театральных коллективов «Мы выбираем театр». Какие спектакли показали ребята и зачем существует конкурс, расскажем в рубрике «Культурный город». Шел по улице, попал в больницу. Северодвинцу на голову буквально обрушился сугроб снега. Видео очевидцев и комментариев пострадавшего в рубрике протокол. Северодвинский прошел кубок области по флорболу, а Евгения Панасенко стала самой юной рекордсменкой. С новостями спорта познакомит Константин Лухин. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия и вас приветствует наш спонсор Медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья – это многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, которое предоставляет качественные медицинские услуги по доступным ценам. Высококвалифицированные терапевты и врачи-специалисты, индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту, экспертиза временной нетрудоспособности, больничные листы, ультразвуковая и функциональная диагностика, более тысячи видов лабораторной диагностики. Для сдачи анализов не требуется направление врача, без предварительной записи. Максимально удобный график работы. Ждем вас по адресу Проспект Морской, 53. 21 марта по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 20 градусов мороза, днем минус 8. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 761 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 21 марта весенний солнцеворот. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая, жаворонки принося с собой тепло. Также подмечали, если облака плавут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. А я напоминаю, наш спонсор – медицинский центр здоровья. Медицинский центр здоровья – это современное оборудование, щадящие процедуры, доступные цены. У меня все. Солнечного настроения. До встречи! Аквилоновская агитация! Выбирайте надежное будущее с сильным застройщиком. Приходи к застройщику номер один на выборы вашей будущей квартиры и получи скидку до 370 тысяч рублей. Только до конца марта. Звоните! 52-400. Мы работаем без выходных. Крестьянское фермерское хозяйство «Наводово» и Шенкурский молочный завод представляют. Принцессы, пчелки, стрекозы и другие герои известных сказок. Таких персонажей сегодня можно было увидеть в 23-й школе. Там прошел фестиваль детских театральных коллективов «Мы выбираем театр». На сцене ребята показали репку, басню «Стрекоза и муравей» и сказку о глупом мышонке. Спонсор рубрики «Культурный город» – Центр микрохирургии глаза на Морском 53. Автальмологическая частная клиника в городе Северодвинске. Жизнь в новом цвете. Центр микрохирургии глаза на Морском 53. Новейшее и высокоточное оборудование от мировых производителей. Это диагностические исследования, своевременный диагноз. Операции самых разных уровней сложности и квалифицированные врачи офтальмологии. Центр микрохирургии глаза. Северодвинск, Морском 53. Телефоны 511-00-8921-081-93-29. Сказку о глупом мышонке подготовили для зрителей юные артисты 23-й школы. Ребята – участники фестиваля конкурса детских театральных коллективов «Мы выбираем театр». К выходу на большую сцену третьеклассники подошли основательно. Мы репетировали очень много в классе и здесь с микрофоном. И мы все-таки выстояли. Долго репетировали? Да, достаточно долго. Сколько примерно? Примерно 5 репетиций или 10. Первые репетиции у ребят проходили в дюце, впрочем, как и у конкурентов – учеников из 2-й и 30-й школ. Все они участники городской программы «Театральный класс». Чтобы показать свой талант, какой ты есть. А это как-то сблизило ваш класс? Репетиции совместные? Да, мы очень старались, занимались, декорации делали. Мы подружились на них еще больше? Да. Фестиваль «Конкурс. Мы выбираем театр» проходит в Северодвинске в 24-й раз. Прослушивания у ребят идут 2 недели. С помощью этого проекта в городе Корабелов взращивают молодые таланты. Вообще, конечно, в Северодвинске детских театров осталось мало. Но вот наш фестиваль поддерживается тем, что ежегодно у нас участвуют ребята из обыкновенных классов нашего города, где педагоги начальной школы, педагоги-предметники увлечены театральным творчеством, делают спектакли и представляют их на наш фестиваль. Возраст артистов от 7 до 18 лет. По итогам фестиваля организаторы Управления образования Северодвинска вручат коллективам дипломы, грамоты и, конечно же, наградят самым ценным подарком – аплодисментами. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. А поклонники русских народных инструментов смогут проявить себя в 22 марта. В третьей школе начнется региональный конкурс юных исполнителей «Северные самоцветы». Своё мастерство продемонстрируют более 200 музыкантов региона. Учащиеся, преподаватели и концертмейстеры смогут проявить себя как сольно, так и инструментальным ансамблем. Для креативных исполнителей специальная номинация «Арт-мьюзик». В выступлении будут использовать компьютерные музыкальные технологии. Открытие конкурса 22 марта в 12 в концертном зале третьей детской музыкальной школы. Ну а чья домра или аккордеон звучат лучше, узнаем 24 марта на торжественном закрытии и гала-концерте лауреатов конкурса. 9 лет колонии строгого режима. Такой приговор был вынесен сегодня северодвинскому наркоторговцу. Действовал не один в компании несовершеннолетнего подельника. Подробности у Марии Алексеенко. В июле 2017 года обвиняемый решил приобрести крупную партию наркотиков. К преступному делу он привлек и своего знакомого, который был должен ему 4000 рублей. Однако, приехав за запрещенным веществом, был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъяли около 200 граммов наркотиков. Сегодня оба на скамье подсудимых. В ходе судебного заседания подсудимые вину признали частично. Они показывали о том, что действительно совместно изъяли наркотик из тайника, но намеревались приобрести не 222 грамма, как предъявлено обвинение, а только в размере 50 грамм. Но никакими доказательствами данный факт не подтвержден. Одного из подсудимых также обвиняют в принуждении к преступлению несовершеннолетнего. На момент совершения преступления ему было 17 лет. В соответствии с частью 3 ст. 69 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить пардоняну наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второму подсудимому назначено лишение свободы на 5 лет в колонии общего режима. Мария Алексеенко, Павел Пунонов, Вестник, Северодвинска. Сегодня ночью в Архангельске сгорел частный дом. Без жилья осталась целая семья. К счастью, все вовремя покинули здание и остались живы. Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы справиться с огнем. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». «Аквилоновская агитация» – выбирайте надежное будущее с сильным застройщиком. Приходи и получи скидку до 370 тысяч рублей только до конца марта. Звоните 8 800 4 52 00 00. «Аквилоновская агитация» – выбирайте надежное будущее с сильным застройщиком. Приходи к застройщику номер один на выборы вашей будущей квартиры и получи скидку до 370 тысяч рублей только до конца марта. Звоните 524 00. Мы работаем без выходных. В Северодвинске целый сугроб попал на мужчину с высоты пятого этажа дома. ЧП произошло накануне на Комсомольской 20. Шокирующий случай зафиксировала камера видеорегистратора. 24-летнего пострадавшего госпитализировали во вторую горбольницу. Сейчас находится на стационарном лечении. У него травмы не относятся к категории тяжелых, но они получены в такой ситуации, которая является возмутительной. С молодым человеком стояли, разговаривали по поводу рекламы. Соответственно, просто начал поднимать голову вверх. Ну и прилетело в глаза, на голову, соответственно, упал. Ну и, соответственно, после этого получилось так, что меня забрали на скорой и доставили в больницу. Спасибо нашим врачам, хорошо среагировали. Хотя бы остался жив, не убило. Спасибо и за это. Молодой человек намерен подать заявление в суд на управляющую компанию, обслуживающую этот дом. Гашиш в крупном размере спрятали в йогурте. В Онеге задержана группа лиц, которые пытались передать наркотики в колонию особого режима. В банках с йогуртом было обнаружено и изъято 7 свертков с опрещенным веществом. Экспертизой установлено, что изъятые вещества – амфетамин массой 9 граммов и гашиш массой почти 27 граммов. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело. В Архангельске накануне столкнулись трактор и легковушка. Предположительно, водитель трактора во время уборки проезжей части выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель легковушки госпитализирован в больницу. 25 марта в 16 часов в ЦК ИОМ Екатерина Шаврина с новой юбилейной программой «Билеты в кассе». Удобная Пештая Функциональная Надежная Мебельная фабрика «Северная Двина» предлагает разработку мебели по индивидуальным проектам. Корпусную и мягкую мебель, а также мебель для офисов, школ и детских садов. Мебель из массива. Для ценителей – витражи. Создадим уют вместе. Наши магазины в Северодвинске, торговый центр «Южный» и торговый центр «Гиппа». Доступные цены – рассрочка платежа. Ну, отбей ты меня! Заслуженная артистка Елена Воробей. В Северодвинске. Встречаемся в ЦК ИОМ 12 апреля. Не хочу-ха! Там, где клён шумит, над речной волной. Сауны «Капитан Сильвер» и «Бакареш» приглашают всех ценителей отдыха. Для вас просторные парные, бассейны, комнаты для гостей. Всё для отдыха с большой компанией. Наш адрес – железнодорожная 31А. Телефон 8 902 198 3666. Работаем круглосуточно. Восемь команд в двух группах провели серию матчей группового этапа. Болельщики мужского флорбола насладились отличной игрой. Кубок Архангельской области по флорболу среди мужских команд стартовал в Северодвинске. В первый игровой день Кубка Архангельской области прошло 12 матчей. Группового этапа болельщикам было на что посмотреть. Возмутителем спокойствия оказалась команда «Пиренея», вышедшая из группы «Б» с первого места. Вторую путевку в полуфинал завоевали флорболисты сборной Архангельска. Из группы «А» в одну вторую вполне предсказуемо пробились сборная Северодвинска и «Двина» ЦБК. Полуфиналы стали сверхупорными. Принципиальное противостояние двух сборных закончилось 4-6 в пользу архангельских флорболистов. В свою очередь «Двина» остановила победную поступь команды «Пиренея» со счетом 4-2. После такого изматывающего двухдневного марафона от матча за золотые награды Кубка вряд ли можно было ожидать искрометного атакующего флорбола. Обе команды действовали предельно собранно и прежде всего в защите. На третий период игроки «Двины» выходили, проигрывая в счете 0-3. Новодвинцы забили два гола, но на больше их не хватило. 2-3 и Кубок области в руках сборной Архангельска. Хорошая команда, сбалансированная, защита и вратарь. Нападение на контратаках интересно играет. Но в данной игре, в финале Сергей Ворский подтащил команду. Во втором периоде мы даже не смогли забить им. Я смотрю, вы расстроены. Немножко. Проиграли в один мяч. Это сложно. Первую игру мы вообще проиграли. Это тоже было сложно. То есть все игры сложные, легких не было. За счет чего вы все-таки выиграли финал «Двины»? За счет, может быть, где-то по скорости, где-то на мастерстве. Но на фоне усталости они перед нами выиграли. То есть все факты учитываются. Ну, чувствуется радость-то от победы? Конечно, конечно. Чувствуется. Сейчас вот пойду раздевалку праздновать. Голкипер сборной Архангельска Сергей Еворский по праву получил премию лучшего вратаря турнира. Самым надежным защитником признали флорболиста сборной Севердвинска Сергея Азова. И приз самого ценного игрока вручили Дмитрию Гурашу из команды победителей. Константин Мухин и Семен Семегулин. Вестник. Севердвинска. Воспитанница «ФОК Беломорец» Евгения Панасенко стала самой молодой спортсменкой Архангельской области, превысившей норматив кандидата в мастера спорта по классическому пауэрлифтингу. Такой великолепный результат семиклассница 31-й гимназии показала на первенстве России по классическому троеборью в Перми. Евгения Панасенко уже не раз удивляла нас отличными результатами, несмотря на то, что 14-летняя спортсменка занимается силовым троеборьем всего два года. Тут, конечно, сказываются гены. Отец Евгении, Дмитрий Панасенко, был мастером спорта России по пауэрлифтингу. И сейчас совместно с нашим именитым наставником Станиславом Дерновым они вкладывают в перспективную спортсменку все свои силы и знания. Стоит отметить, что и сама Евгения увлеклась этим в прямом смысле тяжелым видом спорта. Улыбчивая девушка поднимает веса с кажущейся легкостью. Вот и на первенстве России Евгения выполнила все девять попыток, превысив норматив кандидата в мастера спорта. Наша спортсменка набрала в сумме троеборе 250 килограммов. Будем ждать от Евгения Панасенко новых рекордов. Архангельский конькобежец Александр Румянцев на мажорной ноте завершил свой международный соревновательный сезон. На финальном этапе Кубка мира в Минске наш спортсмен завоевал серебряную награду. Александр Румянцев показал второй результат на дистанции 5000 метров в Минске, после чего разместил пост на своей страничке ВКонтакте. «Хорошее завершение международного сезона. Второе место на финале Кубка мира. Пятое место в общем зачете. Спасибо тренерам и команде за работу. Мы еще себя покажем», – заявил наш именитый спортсмен. На сегодня это все новости. С вами была Ира Дамитинева. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова